приветствую вас друзья вы на канале акварель это просто и с вами как обычно леся литвак я решила написать серию простых пейзажей с пояснениями как я это делаю наша сегодняшняя задача нарисовать простой пейзаж цель нашего занятия получить удовольствие от творческого процесса и не думайте результате просто рисовать материалы и не использую материалы пластик обычный пластик орг стекло бумага целлюлоза 300 грамм формат а5 для таких ученических работ набросков я использую формат а5 это быстро здесь не нужно прорисовывать какие-то детали краски две синие кобальт синие голубая фц 2 красные кадми красные светлые и розовые желтая кадми желтый светлый кисти кисти имитация белки она хорошо держит воду с краской вот такие кисти пожестче набирают больше краски но меньше воды возможно я буду использовать соль сейчас мы сделаем тональный набросок карандашом примерно как это будет выглядеть значит вот я беру небольшой листик делаю сразу ограничения за которые которые не войдут в картину это нужно для того чтобы мы свой пейзаж расположили таким образом с учета того что вот эти края они если вы захотите оформить работу то рамка паспарту она заберет эти края и у вас пейзаж изменится в формате поэтому делаем сначала ограничения и вот здесь вот мы уже по правилу третей значит разграничиваем лист на три части и на этих пересечениях рисуем нужные нам предметы небо я немножко опущу чем это линия у нас значит здесь я расположу домики домики небольшие здесь парочку вот так вот дорогу дорогу делаем зигзагом таким мы не рисуем дорогу ровно потому что это не очень гармонично мы делаем ее вот таким вот зигзагом тут расширяется тут сужается и мы смещаем ее немножко чтобы она например не шла у нас четко с угла или не шла посередине ну как то так вот мы ее симпатично изгибаем здесь у нас будут деревья ну вот такой простой пейзаж этот пейзаж я назвала дорога домой и мы попробуем с вами его изобразить я уже сделала себе я начала снимать видео и какой-то причине она у меня остановилась видео я показывала как я рисую ну в принципе то же самое что и на в принципе то же самое что и на наброске а да тональные наброски еще что хочу вам сказать солнце у нас будет отсюда где-то светить освещение будет падать вот так поэтому из зелень деревья дома что все что у нас нарисовано одна часть будет освещена другая часть тени освещена в тени чет крыша в тени стена в тени это немножко освещена ну соответственно и тонально тонально небо купол небо у нас всегда темнее если он чистый без облаков ближе горизонту небо становится такое дымчатое потому что световая перспектива она съедает свет вдали тоже вот это вот все трава мурава будет светлее чем ближе к нам тем она будет темнее и вообще ближе к нам она вообще будет такая самая яркая ну вот примерно так да лист я смочила с обратной стороны наверное сделаю это еще раз это я сделаю еще раз сейчас пока он будет мокнуть я вам немножко объясню по краскам почему мы берем да я красные две синие две желтые но сегодня у меня одна желтая вообще тоже 2 вот у меня есть допустим если посмотреть на цветовой круг вот у нас получается две красные то есть кадмий красный светлый розовый две желтые кадмий светлый желтый кадмий лимонный две синие цирулиум или ультрамарин ультрамарин как правило но ультрамарин для неба не очень хорошо использовать потому что он дает грануляцию и цирулиум или голубая фц данном случае я беру голубую фц как мы этим пользуемся при смешивании красных красного и желтого у нас получается чистый оранжевый при смешивании розового и синего у нас получается фиолетовый мы это используем для погашения желтых чтобы у нас были погашенные желтые грязь это нужно для теней при использовании желтых и синих получаем зеленый 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 мы можем погашать красный зеленым так вот это работает вот значит ну вот так ну что начнем друзья начнем так ну что поехали друзья домики я промокну вот это где у нас тут беленькая значит для небо я возьму намешаю купол небо у нас будет берем ультрамарин купол небо ультрамарин вот так вот так мы закрашиваем дальше подключаем голубой фц голубая фц теплее ультрамарина и голубой фц чуть-чуть домешиваем кадмия желтого и она у нас получается такое как зеленовато здесь немножко усугубим небо чуть-чуть разумоем чтобы она книзу была более светлая вот так чуть-чуть зеленого зеленушки добавим немножко его растянем чтобы она была равномерно примерно так так теперь приступим зелени зелень кадмии желтые добавим сюда это у нас будет освещенная часть кисточка я промакиваю чтобы не было столько воды так ну где мы где-то я знаю так вот мои просто наметим это зелень это у нас световая часть чтобы ее утемнить добавим немножко кобальта вот так вот добавим вот так вот добавим в теневые части более темные вот так и чтобы совсем нам погасить это добавим красного красный гасит зеленый получаются такие темные грязные то есть мы можем их вообще где-то в тень вот так вот в теневые части добавить внизу чистым кадмием могу еще добавить сюда света вот примерно так примерно так теперь я хочу нарисовать хочу нарисовать траву мураву которая у нас тут значит что я возьму я думаю что ее нужно сделать разного цвета допустим здесь она у нас должна быть более светлая более светлая вот так нужно добавить немного кадмия красного какие-то вкрапления тут надо будет подмечить лист вот так вот какие-то вкрапления можем сделать сымитировать что у нас что-то цветет еще более желтого добавим немножко грязи которая у нас есть чтобы оно все было разное помним что здесь то что ближе к нам оно должно быть должно быть тонально более темное чтобы сделать тонально более темное мы должны гуще набирать краску вот так вот тут остается белые просветы ну и пусть остается это будет вносить такую живость ну вот можно немножко какие-то может быть это маки может еще что-то вот так вот можем добавить немного воды чтобы разбавить это чтобы оно не было у нас такое все одинаковое и теперь смотрите друзья как я дорожку сделаю дорожку я протру сухой кистью во первых я запущу сюда воды чтобы она раздвинула и сухой кистью и сухой кистью я ее вот так вот протру дорогу вот так вот мы этот пейзаж мы не ставим себе задачу какие-то прорисовки сделать у нас здесь все максимально просто мы делаем пятнами чтобы просто не заморачиваться на каких-то там деталях сделать нарисовать этот пейзаж таким образом чтобы было понятно что здесь происходит у нас теперь 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 сейчас еще добавлю вот здесь тона немножко сделаю его вот так вот погуще 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 и смотрите друзья вот если у нас солнце светит таким вот образом отсюда так значит у нас должна быть тень вот так вот если у нас тут растет какая-то трава то здесь у нас немножко падает присутствует тень вернее вот так и теперь мне нужно получить серый цвет вот в это все что у меня тут было намешано добавлю синего добавлю вот так вот у нас дорожка добавлю синего добавлю желтого еще синего немного чтобы у нас получилось имитация какой-то травы или там камней которые тут присутствуют так что я хочу еще более протереть сделать более четко протереть эту дорожку домики крышу какого цвета мне сделать крышу так значит крышу я сделаю серую наверное что нам для этого нужно смешиваем краски желтый красный синий смешиваем их до такой степени до тех пор пока у нас не получится серый вот смотрите у нас сейчас красный больше преобладает чтобы загасить красный нужно добавить синего вот он у нас уже красный теряет свой свет приобретает такую неясность серость так вот таким образом так наверное я возьму кисточку поменьше кисточку поменьше чтобы нарисовать крышу чтобы нарисовать крышу чтобы нарисовать крышу это у меня была такая вот так вот так вот крыша есть немножко размазала мне страшно дальше следующее так вот возьмем наискосок еще вот так что-то у нас тут такое есть стена и немножко размоем вот это место потому что потому что оно даст тень чуть-чуть вот так здесь здесь у нас они не хотят слушаться ну и ладно здесь собственно они будут больше в тени чем чем тот домик вот так чуть-чуть мы его вытемнем вот так а эти товарищи тоже так вот надо изобразить чтобы это было понятно что это домики пока что пока что не очень ну и ладно сделаем окошечко чуть-чуть маленькое чтобы дом был с глазами а здесь чуть-чуть протрем если получится размоем так вот на это размоем и что и что может быть какой-нибудь какой-нибудь типа заборчика что-нибудь такое придумать или не надо так вот проволока пусть будет какое-то ограждение ну вот собственно и все друзья единственное что я хочу еще сделать это такое есть прием чтобы чтобы приблизить вот этот передний план можно можно сделать такую штуку то есть рисуется какое-то такое крупное растение какое-нибудь и сразу получается понятно что это оно растет вот тут прямо перед глазами у нас вот вот так можно его побрызгать чтобы вода немножко тогда я это прикрою чтобы оно у нас не испортить а здесь побрызгаем можно еще попробовать высыпать соли чтобы выело краску немножко вот так вот здесь у нас еще влажная соль мы сыпем когда еще краска не высохла еще она немного такая влажная тогда соль будет расталкивать так что я хочу еще сделать я хочу немножко эту дорожку чуть-чуть ее сделать более похожее на дорожку так ну вот собственно и все друзья пример очень простого пейзажа никакой особой прорисовки а знаете что мы еще сделаем мы еще эта кисточка большая мы еще тут ему этому домику трубу вот вот и этим тоже никакой особой прорисовки просто пятна вот просто пятна вот это оно когда высохнет оно выезд краску и на следующем на следующем занятии я вам покажу как оно будет выглядеть вот здесь я хочу добавить воды чтобы вода растолкала краску и получится такое дорожка так ну что осматриваю я осматривая критическим взглядом все что у нас получилось и что я вижу я вижу что нам надо немножко намешать еще немножко намешать краски для того чтобы те сделать на деревьях по поводу красок друзья что я могу сказать так особо и не хочется сюда лезть наверное не буду все таки потому что там уже подсохло по поводу красок друзья что я вам хочу сказать у меня очень много красок я могу вам сейчас даже продемонстрировать какие у меня есть это мои синие так это мои зеленые это мои красные розовые фиолетовые это кстати в этих коробках были кассеты очень много у нас их было огромное количество когда ребенок был маленький покупали смотрели это желтые коричневые это просто коричневые и мой вам совет для тех кто начинает конечно все это изобилие оно совершенно ни к чему потому что вы запутаетесь если вы будете абсолютно все их применять то картина получится негармоничная потому что каждая краска будет кричать сама за себя и будет некрасиво будет что я делаю в последнее время вот исходя из вот этого круга в моей палитре на сегодняшний день вот эти шесть красок ну синяя я варьирую потому что допустим тот цирулием от ван гога он более голубой ультрамарин дает темные замесы а кобальт более светлые ну кобальт я очень люблю потому что поэтому и кобальт у меня присутствует вот ну вот собственно вот эти вот шесть красок из них можно намешать абсолютно все что угодно абсолютно и палитра будет гармоничной потому что в картине я использую вот эти все шесть красок для замеса цвета и как бы ничего чужого сюда не проникает и мои замесы получаются гармоничные все тут друг с другом дружит ничего нет такого чтобы выбилась из общего колорита и вносила какую-то дисгармонию в эти рисунки ну вот на сегодня все наверное друзья что я могу сказать завершение что я могу сказать ставьте лайки друзья подписывайтесь и пишите обязательно комментарии так я могу узнать смогу узнать ваши запросы что вам интересно что порисовать ваши возможно какие-то пожелания замечания мне всегда интересно это узнать прочитать подумать над этим вот ну вот так вот так друзья все пока с вами была олеся литвак до встречи до встречи до встречи